Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюры на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Ангел Гавриил предсказывает Захарии рождение Иоанна. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авеевой череды именем Захария и жена его из рода Аронова имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем уставам Господним беспорочным. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, так обыкновенно было у священников. Достался ему войти в храм Господень для хождения, а все множество народа молилось вне во время хождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье. И многие о рождении его возрадуются, и многие из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и придет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захарий ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил в слова мои, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарий и удивился, что он медлит в храме. Он же, увы, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками, и оставался нет. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok